Здравствуйте, друзья! Вашему вниманию очередной звонок агентства Феникс что-то там со связью ну, либо опять какой-нибудь удаленный сотрудник сидит в какой-нибудь кафешке, где бесплатный Wi-Fi пытается заработать свои жалкие копейки ну и нарывается на человека уверенного в себе давайте послушаем, что из всего этого получилось у нас Алло Здравствуйте, Алисей Здравствуйте, я Вас слушаю Кто это? Меня зовут Летгородина Сокумхаловна я представляю коллекторское агентство Феникс Какое агентство? Коллекторское агентство Феникс А что у Вас со звуком? Вы там как будто из бочки говорите Я Вас прекрасно слышу А мне вот так мне это тоже хотелось бы разбирать а то говорю эхо какое-то, как будто Вы из бочки звоните. Такое возможно, что Вы в бочке сидите? Нет, это невозможно А почему звук такой? Скорее всего, технические неполадки Скорее всего, технические неполадки А я почему? Ну как мы будем с Вами беседовать? А как общаться? Вылезайте из бочки из своей Давайте нормально Давайте я Вам попробую перезвонить Да, я трубку не возьму в следующий раз Мне думаете заниматься нечем Как с Фениксом разговаривать Давайте быстренько я попробую разобрать Что там у Вас Ну так было Алексея Юрьевича, нет? Вы кому звоните? Алексею Юрьевичу? И кто может дать трубку, кроме меня? Или Вы что, думаете, что Алексей Юрьевич начнет блеять и плакать, что ли? Ну нет, мы так не думаем Ну тогда давайте Давайте конструктивно общаться Или что там делаем в Вашем случае На сегодняшний день Учая самодолга по кредитам Оставляет 240 копейки И 161 рубль Хорошо Скажите, в чем причина неоплаты? В чем причина неоплаты? Правильно? Да Я уж извините, буду переспрашивать То есть в бочке не очень понятно Нет желания оплатить Алло Я не могу разобраться У меня может психическое заболевание Может быть я вредный Может быть я эксперимент решил поставить Это уже, знаете, будет моим профессиональным секретом А скажите, пожалуйста Если я отвечу, почему Это что-то изменит Почему у меня нет желания Вот у меня есть вопрос к Вам Почему Вы работаете на этой работе? Ответьте мне А я Вам отвечу Почему у меня нет желания платить Во-первых Я понимаю, что мне ничего не грозит абсолютно Если я не буду платить в Тиньков Более того Тинькову самому ничего не грозит Он не обеднеет Это два Здесь пострадает только сторона Вот Вы звонилка Вы не заработаете свой процент Вот Ну это моя личная Да, да Тут проблема только у Вас Понимаете Больше ни у кого-то проблем нет Вот мой ответ почему Я Вам отвечу, что мне эта работа нравится Я работаю Ну Вам лечиться надо, душа моя Мне не надо лечиться Нет, но еще ни один идиот Не сказал, что он идиот Ну это, знаете Знаете, я Вам что скажу Вы еще детей не нарожали Судя по голосу И не надо Вот Потому что Ваш род продолжаться не должен Это мое личное дело будет Нет, это согласен Это Вы так думаете Но это личное дело общества Коллекторов в природе не должно существовать Понимаете Коллектор даже созвучно С канализацией Вот это вот дерьмо течет Вот Вы и сидите в той самой бочке Наверное в самом дне Верно, я понимаю Молодой человек Я оставлю Вас Ставьте себе на лбу что-нибудь Я дура, тупая Мне нравится моя работа Мне нравится, когда меня обтирают И поливают помоями Мне очень нравится Поэтому я идиотка Мне лечиться надо Но я не пойду лечиться Ну это Вы так думаете Просто может Да я в отличие от Вас думаю Да Тут в точку Да Я в отличие от Вас думаю Вам вот нечем Либо уже Вам там перед выходом на работу Укол делают А Вы хотя на работу не ходите Дистанционно работаете Из дома, из своего Да Правда же Знаю все я про Вас И знаю, что Вы бесполезные Вообще То есть Вот те, кто боится То да А если вот люди нормальные Просто умеющие думать головой Понимают, что Это все глупости Боятся Вас Вы ничего не можете Вы беспомощные существа Карлики полупарализованные Только и можете что вякать Вы не знаете человека Обзывайте Да Да А Вы же мне позвонили Будьте готовы К ответной реакции Душа моя Молодой человек Старый человек У нас Своя обязательства Какие у Вас обязательства Или Вы мне Мои обязательства Хотите Навязать Нет у меня никаких Обязательств Перед Вами У меня есть обязательства Перед семьей Перед своей Чувствуете разницу? Вы брали кредит Вы должны Да ничего Никому не должен Ошибаетесь Вы Вы родились Понимаете На свет Это называется Позорно сбежала Бросила трубку Ну Хочется конечно Надеяться Что задумалась Мысли может быть У нее такие Пришли Так типа Господи Зачем мне это надо Ой я ошиблась Нет Надо что-то другое Поискать Это мне не подходит Ну я так Очень сильно надеюсь Что она может быть Так подумала Ну а если нет То у нее все еще Впереди Знаете вы друзья Как они Бывают Заочно храбрыми Какими И все остальное Ну ладно Не будем об этих Ущербных личностях Разговаривать Просто для тех Кто действительно Хочет разобраться Я в очередной раз Отправляю Всех новых Слушателей Нашего канала Кто еще Не разобрался В ситуации Послушать Посмотреть точнее Видеоролик На нашем сайте Ссылочка на наш сайт В описании Этого ролика Любого другого ролика На нашем канале И конечно Подписывайтесь На наш канал Каждый день Мы стараемся Выкладывать новые записи И это действительно Полезно В такой вот Хорошей Развлекательной форме Вы будете Обрастать Все больше Большим количеством Знаний И наконец-то Если вы еще Вот в этом стаде В стаде Людей Которые Готовы по Приказу голоса Из трубки Отдавать Последнее Вы выйдете Из этого стада Я вам гарантирую К этому еще раз Повторяю Подписывайтесь На наш канал Ну а те Кто давно С нами Спасибо за внимание От вас Лайки Репост Конечно же В соцсетях Ну и Не забудьте Если кто еще Не подписался На нашу группу Вконтакте Подписывайтесь Ссылочка на группу В описании ролика И Все ролики Конечно же Вконтакте Дублируются С вами был Кузнецов Дмитрий Центр Юридической защиты Компания Аля Все вам хорошего До свидания Друзья Субтитры подогнал «Симон»